Добрый вечер, в эфире главный специальный выпуск. И сегодня мое приглашение принял генеральный примар муниципиа Кишинёв Иоанн Чабан. Добрый вечер, господин Чабан. Добрый вечер. Я вас ждала, ждала, ждала. Дождалась отчета за сто дней и, наконец-то, вы в моей студии. Вопрос первый будет, наверное, общий, но учитывая общее количество вопросов, которые я получила, давайте мы с вами сразу договоримся, будем максимально лаконичны. Давайте. Первый вопрос. Ваше впечатление, как вы отработали эти сто дней? Я делаю все возможное, чтобы отработать их согласно тем ожиданиям, которые есть у наших горожан. Вся команда работает, плановая и внеплановая тоже. Но оценку сами себе не ставите пока. Оценку нам будут давать горожане. По истечению мандата? В любой момент. Хорошо. Я посмотрела ваш отчет. Мы его сейчас повторять не будем, но по нему все равно будет несколько вопросов. Тем более, что меняется ситуация иногда даже ежедневно и даже несколько раз в день, учитывая непредсказуемость или даже не знаю, как сказать, города Кишинёва. Где погода помогает, где люди боятся потерять работу или что-то еще. Давайте начнем с того, что было на прошлой неделе. Вы заявили, был протест. До этого вы говорили о необходимости ремонтировать подземные переходы, о которых в том числе и я воспитала минимум два года. Если вы станете генеральным примаром, будут ли наконец-то ремонтировать подземные переходы. Нашли деньги, сказали, что будете ремонтировать, но теперь часть людей остается без работы. Или что-то не так в этом, что я сказала? Даже сегодня у нас было очень сложно, я скажу, заседание. Пришли люди, владельцы некоторых частных бутиков в подземке у пересечения Штефана Чалмария и Измаила. Ну, с требованием таким чуть ли не... Ультимативным. Я сказал, что мы так не разговариваем и шантажом мы не будем никаким образом взяты. И указал на то, что из 1400 метров, которые сегодня в аренде, только у трех есть действующий контракт из всех экономических агентов, которые там находятся. Эти три экономических агента используют не больше 60 квадратных метров из 1400. Соответственно, все остальные находятся там незаконно. И при вот этих попытках что-то доказать, я говорю, люди добрые, объясните мне следующее. Вот там есть решение судов разных, они должны нам расплатиться за долги, они не платят в казну, но находятся там. И вот дайте нам возможность для того, чтобы мы расплатились с долгами. Во-первых, почему они накопились? Это у меня очень такой серьезный вопрос. Во-вторых, почему не платятся деньги в муниципальный бюджет? Второй вопрос. Третий вопрос, почему за все это время никто вообще себя не озаботил тем, чтобы эти подземные переходы, даже если там люди находятся в аренде, в субаренде, выглядели таким образом, каким они, наверное, должны выглядеть. Ну, там не самый страшный переход. Ну, если мы оценим по ступенькам, то я считаю, что не сильно отличаются от многих других. А остальное – это их коммерческие площади, от которых они, наверное, с точки зрения маркетологической или с других точки зрения, реклама и так далее. Хочешь купить товар, он выглядит более-менее подобающе. А вот ступеньки там никто не ремонтировал, подходы никто не ремонтировал. И выглядит так же ужасно, как и в других местах. Поэтому я считаю, что таким ультимативным методом нельзя разговаривать с мэрией, нельзя плевать в душу горожан и нельзя не соблюдать закон. Я отдал маленький пример, когда мне сказали, что, понимаете, такое вот состояние, нам надо здесь еще побыть для того, чтобы расплатиться с долгами. Пример очень простой. Приходит мужчина к вам в квартиру, усаживается за столом на вашей кухне и говорит, я, понимаешь, хочу кушать, но в другом месте у меня нет кухни. А вот здесь у тебя есть кухня, я здесь поживу у тебя, пока я не найду решения этого вопроса. Господин Примарова, можно я продолжу вашу аллегорию? Бардак очень серьезного уровня. Везде абсолютно. 80% всех тех, которые находятся в подземках, они не платят деньги в муниципальный бюджет. Их не заботило все это время, как выглядят эти подземные переходы. Вообще не заботило. Понятно, что здесь есть и вина чиновников. С этим мы разберемся отдельно. Это уже наша кафедра внутренняя. Но то, что мы им больше не будем позволять таким образом себя вести. Парадокс еще в другом, что есть очень многие, которые прямо на подземках, вот здесь недалеко от вашей студии, люди, которые зарегистрировали каким-то образом в кадастре свои непонятные курятники. Я вам хочу сказать, раз вы говорите о подземке, которая недалеко от нашей студии, там один из арендаторов за свой счет починил эти самые ступеньки. Когда я уже, по-моему, в пятый раз обращалась с вопросом, будут ли они когда-нибудь починены, когда я сама там чуть не убилась. И я увидела буквально через два дня, что один из арендаторов за свой счет нанял двух рабочих, и они починили эти ступеньки. Вы в других странах были? Естественно. Вы видели, когда вы видели? И этот же вопрос буду задавать вам я сегодня. Вот замечательно. Я хочу, чтобы это было действительно по всем стандартам. Как минимум, чтобы были возможности для людей с ограниченными возможностями. Я согласна. Вопрос у меня другого плана. Чтобы были для родителей с колясками возможности. Чтобы это было безопасно. Чтобы это было как минимум эстетично. Чтобы это было комфортно. Как и любые другие проекты, которые мы должны делать в этом городе. И именно по этому пути мы пойдем. Да, есть юридические препоны. И они не такие простые, чтобы понимать. Но уже сегодня мы многих поставили в известность, что мы собираемся ремонтировать все это. Каким образом мы пойдем? Частное государственное партнерство. Или за счет муниципального бюджета. Или за счет возможных потенциальных инвесторов. Это уже второй вопрос. Но мы нацелены на то, чтобы начать ремонтировать пешеходы. А вы предложили этим людям, допустим, на рынках. Потому что достаточное количество пустующих торговых площадей. В том числе и муниципальных. Перейти и продолжить свою деятельность коммерческую там. Хотя бы на время ремонта. Объясню. Эти люди подошли к решению этому вопросу. Точно так же, как подошли маршрутники. Они пришли и сказали, все, мы хотим повышение тарифа. Не имея вообще никакой финансовой аргументации для вот этих вот дел. Поэтому мы сказали таким образом. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Не надо нам ставить ультиматумы. Тем более, если вы знаете, что вы неправы в этом смысле. И закон вы не соблюдаете. Если вы находитесь там незаконно, значит, давайте... Чтобы закрыть эту тему, я просто смотрела лайф. Нет, я хочу просто закончить свою мысль в этом смысле. Все равно мы начнем эту работу. Да, она будет непростой. Еще раз повторяю. Потому что умудрились разные хитрецы зарегистрировать за собой даже некоторые собственности. Как и на центральном рынке, где есть общественный тротуар, который приватизирован. И так далее. Этому беспределу надо ставить конец. И мы нацелены именно этому. Я смотрела лайф, когда они протестовали, на Ботанике, по крайней мере. Так. По-моему, если не ошибаюсь. Или на этом. И там один из выступающих говорил о том, что с 2016 или 2017 года несколько раз обращались к премарию. Есть официально зарегистрированные письма, где они просили продлить авторизацию им для работы. И предлагали ремонтные работы начать выполнять за свой счет. И они не получили ответа. А потом в 2020-м получили уведомление о том, что там будет делаться ремонт, собирайте свой товар и выходите оттуда. Какова вина этих людей, если премария не рассматривала, не отвечала, не давала им авторизацию и не шла им навстречу? Ну, я предложу вам, во-первых, не обобщать. Это одно. Вот сегодня тоже пришли люди, которые представили себя как от ассоциации тех людей или разных предпринимателей, которые находятся в подземных периодах. Нет, я не обобщаюсь, задал конкретный вопрос. Можно я просто закончу свою мысль? Спасибо. Значит, эти люди подошли и начали тоже в ультимативной форме разговаривать с нами. Что мы просто пресекли сразу и сказали. Уважаемый, у вас все законно, да? Сколько у вас метров? 15? Из 1400 вы кого представляете? Себя или вот этих людей, которые сегодня незаконно работают и находятся там? Вот если вы представляете себя, давайте говорить с вами конкретно. И мы готовы говорить с вами конкретно, но не в такой вот форме. Мы готовы рассмотреть в дальнейшем. Все равно вы на 15 метров, которые имеете там экономическую деятельность, не потянете такой ремонт. Не можете просто физически. Ну, если, конечно, за вами там нету других каких-то больших площадей. А вы подозреваете, что за этими людьми кто-то стоит? Я уверен. Так же, как и стояли за людьми, которые пришли и сказали, что мы оставили в кезках, которые мы снесли, уже 280 штук по Кишиневу людей без работы. Мы им предложили работу. Мы им конкретно предложили работу. Более того, мы сейчас их заставили и попросили, чтобы они написали, что они отказываются от той работы, которую мы им предложили. В социальной сфере, в других сферах. Потому что я считаю, что кто-то пользуется этими людьми. И причем считаю это очень обоснованно. Есть люди, которые зарабатывают очень большие деньги. Очень большие деньги. А есть люди, которые, соответственно, не зарабатывают, но может это их действительно рабочее место на сегодняшний день. Они его боятся потерять. Есть люди, которые не имеют вообще никакой экономической деятельности. Они просто берут у нас в аренду, сдают в субаренду, если мы говорим о подземных переходах. Сдирают 10 умножить на 20 раз больше оплату, как экономический агент. А нам не платят нелее. Так что, мне это терпеть? Вы это бы терпели? Я считаю, что нет. Поэтому я тоже не терплю. Раз заговорили о киосках, тут тоже есть два вопроса. Первый вопрос. Вы говорите, что предложили людям работу в социальной сфере. Но там есть сеть киосков ветеран, где, насколько я понимаю, работали люди определенного возраста. И вы считаете, что они потянут эту работу? У нас есть люди этого определенного возраста, которые работают в социальной сфере. Да, они могут потянуть, если они, конечно, это хотят. Просто физическая нагрузка, вы согласитесь, различная. Я социального работника, и когда ты сидишь в киоске. Хотя я согласна, что условия, в которых они работали, они нечеловеческие. То есть, когда там нет ни воды подачи, ни отопления, и они там круглый год сидели, это, конечно, был кошмар. Работодатель не имел права в такие условия сажать вообще людей работать. Спасибо вам за этот комментарий. Это не единственный комментарий, который можно сюда добавить. Опять же, все эти киоски на сегодняшний день проводили экономическую деятельность тоже незаконно. Есть регламент. Год уже как с половиной практически в силе. И их предупреждали некоторых десятки раз. Просто игнор. Просто игнор. Мы привыкли, что без власти. Так же нельзя, правда. Или мы действуем, или мы согласно закону. Я уже не говорю о том, что все это получается как курятник. Мы когда начали работу на Деляну, или на Мирче Челбатрын, или на Ноге. Ноги еще остались, потому что некоторые на грани закона находятся. Мы авторизации многим не продлеваем. Сегодня была рабочая группа. Мы сказали, что эта концепция должна быть в течение максимум двух недель представлена общественности. Не она будет представлена общественности. После чего публичный дебат. А потом мы вытащим все эти места, которые мы считаем. Чтобы никто не думал, что я видел, читал в социальных сетях. Вот, освобождать для кого-то конкретно. Нет, ни для кого конкретно мы не освобождаем. Это наша обычная логика. Мы эту практику видели много лет. Это будет аукцион. Для одного места, или может в лотах. Сейчас мы это дорабатываем, как концептуально поступить. Так, чтобы никого и не обидеть. То есть, даст возможность всем, которые на рынке каком-то образом присутствуют. Чтобы они смогли получить, скажем так, место, соответствующее под солнцем в этом городе. И продолжать свою экономическую деятельность. Вторая часть этого вопроса является эстетической. Сегодня мы долго обсуждали, сколько бы надо было времени. Владельцам этого рода торговли переоформить. Потому что мы хотим 5-6 видов киосков. Так, как обещали в избирательной компании. Ничего мы от этого не отходим. От того, что мы говорили ранее. 5-6 визуально. Это цветы, это пресса, это кофе, чай. Это легкие закуски. Естественно, без алкоголя, без сигарет. То есть, будет утвержден единый регламент того, как должны выглядеть эти киоски по всему городу. И схема, где они должны быть. И те люди, которые будут участвовать в этом аукционе, соответственно, неважно, сети или это индивидуальные предприятия, должны знать, что на определенное количество времени никто не придет, не поставит им будку под будку или будку на будку. Как это до сегодняшнего дня было. Посмотрите еще. Даже на Московском проспекте. Замечательный бульвар на самом деле. И все равно, и еще не чисто. Приведем в порядок. А о приведении в порядок. Говорили о том, что закупят еще, по-моему, порядка 300 чем-то урн. Мне кажется, что их нужно в разы больше для нашего города. А еще их надо очень вовремя освобождать. Наверное, не раз в день. Их освобождает максимально возможное количество раз. Я вам хочу сказать, и еще раз хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые в этом процессе участвуют. Я повторюсь, это не новость. Большинство из этих людей начинают работу очень рано. И мы вместе с ними эту работу начинаем. С мониторинга, как это происходит. Зарпады пока еще очень низкие. Я попросил своих коллег, чтобы они сейчас сделали предложение, рассмотрели, как юридически мы можем оформить, для того, чтобы каким-то образом дополнительно промотивировать тех, которые работают в этой области. Учитывая то, что я считаю, и мы получаем очень много благодарственных писем, что город стал чище. Это не значит, что стал идеально чистым или так, как мы хотели бы. Но стал намного чище, чем он был ранее. Я могу в подтверждение этих слов просто видеоматериалы магистральных улиц, дворов, парков, скверов принести. Потому что люди бывают таким образом, что берут это за должное. Я хочу сказать, что в принципе это правильно. Но надо знать, что это действительно очень большой, огромный труд. И надо благодарить, и надо стараться как можно больше не мусорить. Потому что мы хотим, чтобы было чисто. Это очень сложно. Я поражаюсь. Почему, допустим, я иду по Албайюлю, и там количество урн больше, их больше реально, чем на Штефан-Челмаре. В Штефан-Челмаре иногда квартал нужно пройти от урны до урны. Хотя количество людей, которые проходят пешком по Штефан-Челмаре, в разы больше, чем по Албайюлю. Мы сейчас в процессе государственных закупок. И мы пытаемся в ближайшем времени, по возможности, там, где это действительно не требуется, изменить ситуацию. Еще такой же вопрос по поводу чистоты у меня возникает. Потому что даже сегодня я ехала и обратила внимание, у нас на асфальте, ближе к поребрикам, песок. Зимы не было, снега не было, а песок есть. Вы понимаете, сейчас несколько дней ветра, все это поднимается, воздух дышать невозможно. Машины проезжают, все это поднимается в воздух. Когда-то у нас несколько раз были попытки восстановить практику мытья дорог. Мы можем рассчитывать, что эта практика будет опять? Эта практика будет опять, а эта практика существует и на сегодняшний день, когда температура это позволяет. Я это публиковал, показывал. Понятно, что не везде, пока мы охватить с точки зрения техники еще не можем, учитывая тот... Но это будет не только на Штефан-Челмаре. Будет не только на Штефан-Челмаре. Но это и сегодня, не только на Штефан-Челмаре. Вопрос в том, что город-то большой, город уже миллионник, как ни говорили. А техники не хватает? А техники хронически не хватает, не просто не хватает. То есть из тех 147 единиц, которые у нас для зимовки были необходимы, у нас 21 и плюс через контракт несколько. Но зима была к вам лояльна в этом году, к новому генеральному примару, как никогда бы повезло. Ну, можно сказать и так. Поэтому для нас это сигнал, что мы должны подготовиться к следующей зиме уже. И мы к этому готовимся. Хорошо. Я видела такое новшество, как эвакуация машин, которые, кто-то их назвал брошенные, кто-то, может быть, оставленные на какой-то период. А есть юридическое подтверждение, законное, да? Потому что я читала разные комментарии. Кто-то даже написал, что это незаконно, что нет права такого у примареи изымать частную собственность. Ну, видите, кто-то говорит, что незаконно выгонять тех, которые незаконно находятся в подземных переходах. Кто-то говорит, что незаконно, и у нас есть протестование в суде по поводу вот этих буток. Кто-то говорит, что незаконно мы сняли уже больше 600 неавторизированных панно рекламных. Есть вопрос отдельно по панно. Давайте с машинами. Давайте с машинами. Это то, что стоит бетонная конструкция, да, там есть вот эти вот столбы, на них 9 на 6 метров. Давайте с машинами. Нет, это очень принципиально важно. У меня есть отдельный вопрос. Я подойду к этому. Обязательно подойду, да? И кому-то кажется, это незаконно. Дальше. Если кажется незаконным, соответственно, есть все предпосылки для того, чтобы обратиться в соответствующие органы с теми или иными заявлениями. Сегодня уже несколько десятков машин было на спецстоянку. На спецстоянку, да. И все, кто придут за этими авто, если придут, то выставим счет за эвакуацию. Так же происходит и по другим направлениям. Значит, что нужно понимать? Есть заборы, есть гаражи. Есть сотни уже, которые мы сняли, если все добрать. Да, люди многие недовольны, потому что они привыкли к этому. Кто-то сделал себе забор для того, чтобы сделать хорошо. Не учел. Соседу это нормально, а эстетическому... А безопасность, да. Подъехать пожарным и все остальное. Есть много вопросов. Это в первую очередь, если мы говорим, потому что очень часто вот эти машины и были симуляции этого процесса, просто пожарные машины не могут добраться, да. И не дай бог, конечно, да. Понятно, что мы сразу все это не сможем решить, но мы стараемся, мы работаем. Вот у вас есть статистика, это уже статистика, можно там вот что ниже... 29 металлических гаражей, 567 рекламных панно, 12 пристроек, 99 заборов, 2 склада, 12 прицепов. Это было 21 числа февраля этого года. У вас хорошее зрение, я завидую. Да, нет, я просто знаю эти цифры наизусть, поэтому это было... Но вы разглядели, что у меня здесь лежит. 21 числа, 02-го, 2020-го. Сегодня эти цифры уже намного больше. И это происходит, у нас сегодня есть план, очень четкий, ежемесячный. Есть, конечно, и неприятные моменты, их немало. Вот вчера, к примеру, некоторые представители некоторых кёсков мясных, в центральном районе города, практически на улице Штефан-Челмаре или на других смежных улицах просто не позволили, пришли 30 человек таких молодых, бравых, сказали, нет, мы не позволим. Мы незаконно там находимся, перестаньте заниматься этими историями, потому что все равно доберемся до суда, и все равно вы проиграете, и тогда еще и за рукоприкладство. Потому что вчера чуть ли не дошло до этого. Есть видеоматериал, мы это, конечно, все отправим в соответствующие органы, и все равно предупреждаю, не пытайтесь даже, с ними нету по отношению никому какого-то преференциального подхода. Надо наводить порядок, давайте наводить его вместе. Точка. Вы знаете, почему я спросила о законных основаниях? Не потому что мне нравятся брошенные старые машины или заборы, там, где каждому приглянуло себе поставить заборчик, а потому что я видела, как примарея периодически в судах проигрывает дела из-за бумажных каких-то моментов. Либо у вас очень слабые юристы, либо было сознательное нарушение дисциплины какой-то до сих пор, я не знаю. Но очень мне просто не хотелось бы, чтобы примарея, если кто-то подаст на нее в суд, посчитает, что было сделано незаконно, проигрывала в судах дела. Потому что платить-то вы будете из нашего бюджета, из наших денег в таком случае. Вот поэтому я и поинтересовалась, все ли основания для этого есть. Понимаете, в наших судебных инстанциях, к большому сожалению, очень много процессов, которые совсем не на стороне закона. К большому сожалению, еще раз повторяю. То есть это не качество подготовки юристов примарея? Нет, там тоже есть проблемы, и мы знаем, какого рода существуют, потому что мы сейчас это все начали очень глубоко проверять. Мы и раньше знали, потому что особенно по земельным, особенно по строительным делам, там, где крутятся большие деньги, целенаправленно кто-то или сроки немного не учел, или подали что-то, или не подали вообще. Я очень доверяю Вилье Чабанову, он очень молодой, грамотный юрист, в лице мэр, у него замечательная команда, и я думаю, что они справятся. Более того, мы сейчас думаем в том числе об аутсорсинге некоторых юридических вопросов, потому что с теми зарплатами, которые в примарии, ну, не так сильно торопятся люди наниматься на работу. Есть вакансии даже в юридическом отделе, в архитектуре есть около 40 сегодня вакансий в департаменте. Если у нас есть деньги на аутсортик, почему нам не поднять зарплату юристам примарии? Вот это замечательный вопрос, мы тоже его рассматриваем, но это уже в контексте функционального анализа, который мы сейчас проводим, новые органеграммы, которые мы сейчас проводим. У меня был очень замечательный пример, когда мы дорабатывали планы наших управлений под ведомство. Мы так и до сегодняшнего дня их еще не подписали, хотя конец февраля, потому что то, что мы увидели впервые в конце декабря, это был просто ужас, то общие слова, и, соответственно, мы понимаем, что из этих общих слов складываются те самые общие действия, за которые никто не отвечает, и за которыми не закреплены очень четкие показатели эффективности, результаты, люди, которые должны за это отвечать, деньги, которые на это должны потратиться, риски возможные, которые мы можем получить на той или иной стадии. Вот сейчас, когда мы их заставили по-другому смотреть на эти планы и работаем вместе с ними, вот только-только-только чуть-чуть вышли с подведомственными управлениями. Это еще мы не перешли на муниципальные предприятия. Там вообще веселухо. Я говорю сейчас с полной ответственностью, потому что у многих вообще нет планы. С ними тоже есть вопросы, и я надеюсь, успеет сегодня вопрос этот задать. Но мы же вам сейчас перейдемся на рекламу, вернемся в студию просто рекламы. Реклама на 21-м канале. Оставайтесь с нами, она пролетит незаметно. Мы вернули в студию для тех, кто только включил телезер в эфире «Главное». Сегодня гость в моей студии генеральный премьер Муниципе Кишноя Иванович Бангас. Вы чуть ранее говорили в первой части нашей программы о центральном рынке, уже затронули эту тему. У меня есть вопросы. Я прекрасно помню вашу предвыборную программу. Я помню, вы были у меня в программе «Кандидат», где мы это обсуждали. Чуть до бульдозеров не договорились мы с вами тогда относительно центрального рынка. По крайней мере, была идея о том, чтобы, вами озвучено, чтобы оставить там только аграрную часть, а все остальное с центрального рынка убрать на другие городские рынки. Как сегодня насчет этой идеи? Вы сохранились на тех же позициях или все-таки думаете, что пока преждевременно так ставить вопрос? Ну, там, во-первых, очень сложный такой участок. Поэтому мы сейчас поменяли руководство. Но этого недостаточно, потому что поменялся директор и заместитель директоров. Там есть люди, по которым мы даже сегодня говорили с директором. Вот есть информация по поводу того, что кто-то просит МЗДУ с тех-то или иных коммерческих агентов. Наша классика. Да, я говорю, так ты уже, наверное, направил это все в правоохранительный орган. Направил. Значит, правильно все сделал. И так далее. У нас есть аудит. И мы проводим, есть аудит внутренний по этому направлению. Там очень много нарушений. Есть аудит внешний, который мы сейчас готовим, для того, чтобы не было никаких интерпретаций. Почему это очень важно? Вот сегодня мы получили, буквально сегодня, полтора часа, два часа мы разговаривали, на тему ремонта на Штефанчелмаре Нигруц. Я могу сейчас с полной ответственностью сказать, был проведен независимая экспертиза была проведена, Белдор, НИИ, люди, которые специализируются на всех этих вопросах. И могу с точной ответственностью сказать, что кто-то угробил как минимум 7 миллионов евро, бульвар Штефанчелмаре, потому что все, что было сделано, что потекло сейчас по остановкам и в некоторых местах центральной зоны за счет увеличения битума и не соблюдая практически никаких норм, которые были обязаны, которые были правильно запроектированы. Дальше пойдем по юридической процедуре. И центральный рынок. То же самое мы говорим по центральному рынку. То есть, люди должны понимать, что процесс изменений, он не такой простой. Во-первых, есть юридические проволочки. Да, мы хотим быстрее. Мы понимаем, что есть очень многие экономические агенты, которые там находятся очень с веселыми контрактами, в том числе уже с частной собственностью. Да, мы говорили о тротуарах, которые находятся в частной собственности, они приватизированы. И мы понимаем еще раз то качество власти, которое было до сегодняшнего дня, и как принимались решения. Тихий ужас, если вы хотите моего мнения. Сейчас что мы делаем на центральном рынке? То есть, первое – это аудит. Второе – это я попросил, чтобы буквально на днях мне представили отчет о состоянии дел на рынке. Начинает антипожарный. Значит, историей заканчиваем многим другим. Потому что у нас есть, ну, как минимум на слуху, много угроз, которые там могут быть. Дальше. Сейчас с разными коллегами, как внутри, так и за рубежом, обсуждаем, какова могла бы быть концепция, учитывая тех, которые существуют на этом рынке уже с частной собственностью. Потому что их очень немало. Мы тогда говорили об этом. У нас будет, а сейчас коллеги, в Воронеже буквально в середине марта, где один из самых хороших рынков благоустроенных и ранее с такими же проблемами на территории Российской Федерации. Это общепризнанные факты. Мы сейчас разговариваем с нашими коллегами из Румынии. Тоже недалекий менталитет для некоторых наших сограждан. И учитывая все это, будем дорабатывать концепции. Есть установленные сроки. Я не хотел бы забегать вперед. Давайте уже будем говорить по существу. Я не про сроки, я про сам концепт. Считаете ли вы, что там должны остаться только аграрные производители? А вещи, что там еще куча всего, что продают, это надо выносить на другие рынки, которые специально для этого оборудованы и есть в нашем городе. Я хочу просто сказать, что я бы очень предпочел, чтобы на эту тему высказались эксперты. Вот те, которые провели блоки анализа этого. Все как бы осторожны стали после предобранной кампании. Я не осторожен. Я и тогда вас предупреждал. Я не говорил о бульдозерах. Я говорил о моем ощущении, если бы. Но учитывая тот факт, что я тогда то же самое говорил, что очень многие площади сегодня находятся в частных руках. Надо с этим разобраться. И это не вопрос одного дня. Если они в частных руках, вы, конечно, можете им каким-то образом запретить продавать барахло разное. Или не барахло. Гламент работы рынка. Ну хорошо, я поняла, что пока вы разрабатываете концепцию, тогда мой следующий вопрос. Мы переходим от рынка через дорогу, и там центральный вокзал стоит, про который вы тоже довольно четко тогда высказывали свою точку зрения. Да. Вы сейчас придерживаетесь той же точки зрения? Его тут надо переносить? Абсолютно. Если вы хотите моего личного мнения, то я считаю, что надо переносить. А рассматривает ли Примария, куда можно перенести центральный вокзал? Как перераспределить эти транспортные проточки? Во-первых, мы должны понимать одну вещь очень важную, я еще раз ее повторяю, потому что люди, как и в случае с термоэлектрикой, спрашивают Примарии, почему им пришли большие щита. У Примарии, к большому сожалению, после того, как ликвидировали термоком, нет никакого отношения к этим щитам, за исключением покрытия компенсаций за эти щита. То есть люди получают соответствующие фактуры, мы стараемся компенсировать каким-то образом вот эти 40% десяткам тысяч граждан, горожанам, муниципалитетам. Вот и здесь заканчивается наша компетенция. Все остальное, это уже термоэлектрика решает вместе с... Центральный вокзал. Возвращаюсь в центральный вокзал. Центральный вокзал тоже не является нашей собственностью. Это частная практически собственность. Вы знаете, длинная история была по этому поводу. Там сегодня большие конфликты. Вы же когда были кандидатом, вы же предлагали, чтобы его оттуда убрать. Значит, вы знали, что это... Я продолжаю это продвигать. И более того, не просто продвигать. Мы в процессе переговоров с теми людьми, у которых находится это в частной собственности. Там есть конфликты местного разлива, скажем так, потому что частная собственность, она не только у одного экономического агента, а у нескольких. Одни готовы сотрудничать по поводу, как минимум, одной части этого вокзала, где самая большая, значит, агломерация авто, перенести на южный, на северный, и, может быть, создать еще площадку на входе в город, в городе, где вот мы можем как раз и помочь для создания третьего автовокзала и соответствующими, значит, автобусными или маршрутными возможностями дойти до центрального рынка. Люди привыкли к центральному рынку на сегодняшний день. Эта агломерация является в первую очередь для этого. Но мы дожидаемся того проекта, который мы считаем целесообразным. Опять же, там должно быть парковочное место. Если мы сможем убедить инвесторов сделать это все, мы готовы помочь, начиная от технической документации, заканчивая проектированием транспортных схем. Это наше видение, и мы в этом направлении работаем. То есть мы ждем просто сегодня, чтобы они уладили между собой вот эти вот конфликты юридического характера и в любой момент готовы выдать все авторизации. У меня вопрос из первой части программы, я его чуть-чуть упустила, но я надеюсь на очень краткий ответ. Демонтированы билборды. Вы говорили, что у них нет авторизации, многие из них выглядят ужасно и все остальное. Мой вопрос очень короткий. Вы уверены в том, что на их месте не появятся другие, но уже с авторизацией? Ну, попытки были, попытки были и с будками. Знаете, как было интересно наблюдать, когда первые 20 сняли, но пошли протесты. То есть вы уверены, что нет? Подождите, сейчас я вам договорюсь. У нас очень много вопросов. Это интересно, чтобы мы не понимали менталитет наших людей. Пришли протесты, говорим, нет, они не верили. На 90-е будки начали снимать сигареты. Ну, там еще появлялась надпись, сигареты есть. Ну, маленькая. Да, маленькая. На 150-е сняли сигареты, но не сняли будки. Думали, что мы им дали два дня. Значит, когда это было уже за 200, начали говорить, мы сами снимем. Хорошо, надо было так сразу начинать. Но в этом процессе, что было очень-очень весело, с моей точки зрения, начали появляться будки немного. Их в целом, то есть во всей этой красе было с десяток зависит промежуток времени, которые появились на... На месте предыдущих. Сейчас? Нет. Появились на Котельцах. Или на вопрос приятелям, что это происходит там. Друзья, что там у вас? Коллеги, что это такое? Говорят, это временно припаркованные. Мы долго шутили и решили, что эти временно припаркованные надо очень быстро эвакуировать, потому что они будут бетонироваться с той же скоростью, с которой мы их припарковали туда. И больше этого не произошло. С рекламными панно тоже пытались. Опять же повторяю. Нас каждый день пытаются прочувствовать, мы готовы идти до конца или нет. Пытались обратно вернуть. Пытались поставить новую. Они вас прищупывали, может, у вас финансовый интерес какой-то есть? Нет, у нас никаких интересов, за исключением интересов наших горожан. Хорошо, интерес наших горожан. Если у кого... Еще раз повторяю. Вот прям вот вчера в одном эфире сказал, и сегодня... Я вас не отпущу, пока не задам все вопросы. Мне очень важно это сказать. Если есть, я прям вот настаиваю, если есть хотя бы маленький слушок, что кто-то попросил на уровне мэрии, подразделения, от которых что-то зависит, хотя бы один лень, еще раз повторяю, пожалуйста, дайте нам знать. Дайте знать Филии Бураковской. Я скажу обязательно. Если вы скажете, я беру на себя обязательство лично за подписью своей отправить все эти документы в прокуратуру и разобраться до конца. Хорошо. Иван Васильевич, общественный транспорт. Сегодня заявили о том, что были в муниципальном совете, сказали, что надо приобрести еще 100 автобусов или запчасти, которые автобусы будут собираться здесь. Скажите, а в бюджет реально заложена, насколько я понимаю, сумма, которая предполагает до 10 автобусов или нет? Или у меня неверная информация? Нет, их на самом деле больше. Но смотрите, каков наш подход в этом году. Мы, когда анализировали бюджет, естественно, есть определенная сумма. Она обычно не составляет больше 70 миллионов, 72, плюс еще 30. По-разному. В прошлом году это было 72, плюс 30. Потом в другом... Нет, позапрошлом году. В прошлом году это было 72, плюс 80. В этом году другие цифры. Но мы ставим приоритет на покупку автобусов. Я расскажу механизм. Может быть, мы не так торопились, если бы не было вот этого случая с маршрутками. Несмотря на то, что мы вопрос прорабатываем с декабря месяца, причем очень серьезно прорабатываемый вопрос. Уже несколько наших делегаций были в разных странах. Но пока мы остановились на самом целесообразном, с нашей точки зрения, я хочу, чтобы наши коллеги, которые смотрят, я сегодня представил это видение. И даже в рабочих документах, даже, еще раз повторяю, в рабочих документах, с планами работ, со всеми переписками, всем абсолютно советникам муниципального совета, потому что я считаю, что времени ждать нет. Значит, мы остановились на 100 автобусов, которые мы готовы закупать у МАЗа. Почему у МАЗа? Потому что есть межправительственный договор А. Этот договор нужно в своем виде проголосовать в муниципальном совете о сборке. В этом случае мы, значит, отстранены от того, чтобы платить НДС. Это уже важно. Второе. При наличии вот такого большого количества автобусов, закупаемости, то есть минимум скидка 10%. При наличии, значит, прямого договорного отношения, это минус 7%, что мы уже видели в других отношениях, то есть по другим транспортным, там, единицам. Уже 17. Плюс 20 НДС. 37. Значит, именно так, потому что мы взяли и другие предложения. Но все равно, насколько я понимаю, не хватает на 100. Нет, я сейчас объясню, не хватает, конечно. Поэтому если бы хватало, то мы бы это не представляли сегодня совету. Далеко не хватает. 100 – это сумма запланированных для нас автобусов на примерно 3-4 года. Потому что ежегодно мы планируем в бюджете сумму от 50 до 70, 80, по-разному. Сколько там, как считают советники. Что важно. Сегодня по комплектации эти автобусы, я не буду им делать рекламу, придут компании и сами будут делать рекламу. Будем представлять это все в совете с Mercedes-двигателем, с автоматической коробкой, тоже немецкой, с очень многими комплектующими немецкими. С кондиционерами обязательно, с видеокамерами, со всеми необходимыми, с теми элементами, которые необходимы для людей, с ограниченными возможностями. Абсолютно все. И по отношению к другим МАН, значит... Соотношение цена-качество выше. Я правильно вас сейчас понимаю? Намного. То есть мы выигрываем как минимум, как я вам сказал, потому что вот такие вот истории, значит, как минимум 35-37% на одном закупленном автобусе. И более того, если мы сейчас в кратчайшие сроки можем принять это на муниципальном совете, значит, соответственно, уже первые поставки могут быть в конце июня, начале июля. Все от нас зависит автобусы. Да, первые 35 вы приехали. Теперь, что важно? Естественно, денег не хватает. Я хочу, чтобы все прекрасно понимали. Сегодня у правительства Беларуси следующий очень важный. То есть если у нас в бюджете не хватает, мы должны где-то взять взаймы. Если мы берем у финансовых международных институтов, это долгая процедура переговоров. Например, БЕР, БИИ... Да, это мы все-таки троллейбусы выбрали. Неважно мы, где бы взяли сегодня финансовые средства. Это очень долгий процесс. Есть сегодня возможность взять, потому что есть инструментарий у правительства Беларуси о покрытии до 2,3 от базовой ставки Национального банка в этой кредитной истории. То есть мы берем, к примеру, с 8% годовых от коммерческого банка, с которыми правительство Беларуси, которое признает правительство Беларуси, которое не было замешано в каких-то историях, из которых 8% годовых, 3,5 покрывает, собственно говоря, сама белорусская сторона. Нам остается 4,5, что при наличии инфляции обычно 6. Ниже уровня инфляции. Понимаете, да? Да. То есть просто мы... Поэтому мы хотим с таким инструментарием подойти. Это сборка, значит, рабочие места. Это возможность экспорта при наличии подхода до определенного количества этой сборки. Обычно больше 40%. На начальном этапе это не получится. Дальше. Это цена. 3, 4. Это качество. И это скорость. То есть как можно... И это обеспечение жителей Кишинева транспортом. И снимается зависимость от маршрутных такси. Правильно, Катер? Не полностью. Давайте будем искренне. Не полностью снимается эта зависимость. То есть мы также по этому направлению хотим работать и с троллейбусным парком тоже. Вот теперь о троллейбусном парке и автобусном парке. Скажите, пожалуйста, вы были против объединения управления троллейбусного автобусного парка. Вы сейчас в той же идее остаетесь? Пока тоже. Меня еще никто не убедил. Понятно. Но при этом господин Керонда заявил о том, что будет создаваться единый проездной билет. Я правильно понимаю? На все виды общественного транспорта. У нас общественный транспорт – это троллейбусы и автобусы. И маршрутки тоже общественный транспорт. Просто в частных руках. Очень частных. Так вот, как будет делиться в таком случае доход на два этих парка в случае создания единого проездного? Давайте мы просто… Очень хороший вопрос. Подготовились, видно. Прям совсем хороший вопрос. Автобусный парк… Его не хватает. И мы думаем, что… Ну, наша цель, и мы знаем, как ее достичь, если, конечно, у нас не будет жестких препонов в муниципальном совете. Как достичь эту цель? В этом году увеличить на 140 единиц. Мы, со своей стороны, сделали всю работу возможную для того, чтобы привлечь соответствующие средства, для того, чтобы вести переговоры, для того, чтобы найти возможность, как это сделать дешевле, качественнее и быстрее. Вторая часть – это электронный билет. Сегодня, неважно, будет в Румынии или на Украине. В Украине, как правильно, там… Значит, показано, что те города, которые это сделали, увеличили свою доходность на 30-40% минимум. Причем, опять же повторяю, неважно, это страна постсоветского пространства или… Я это видела в Вене, когда там ввели вот этот вот проездной, это была идея профсоюзов, муниципалитет пошел на встречу, мы были на встрече в профсоюзах, они нам это рассказывали. Мы это с господином Керондой тоже обсуждали. Просто, в случае электронного билета, просто распределяются средства, понятно, откуда, с каких было снято, значит, показателей, и все. То есть, это весь наш транспорт должен быть обеспечен счетчиками, которые будут считывать этот самый электронный проездной. И мы запускаем эту процедуру в самом ближайшем будущем. Что за процедуру? Сегодня некоторые нас убеждали, что мы должны это делать из муниципальных денег. Около 90 миллионов леев минимум. Это вот 4, 5, 6, 8, 9, есть за 10 решений. Комплексные, карты и так далее. Одинобухгалтерия, содержание. Мы считаем, что этим не должен заниматься муниципалитет в таком виде. Есть механизмы, есть инвесторы. Они не берут дополнительную плату за это. То есть, из существующего тарифных параметра, есть механизмы ЭСКО, есть сервис ФИИ, которые они могут дальше заработать. Но мы хотим, чтобы это было однозначно, прозрачно, чтобы все видели, что те компании, которые будут участвовать в этом процессе, имеют за собой огромный опыт. И что выбрали мы ту компанию, которая для Кишинева предоставит самые лучшие решения. Можно один вопрос догонку, вы сразу ответите. Почему вы, разработав этот самый КАЕД Десарчинь по электронному билету, в 2019 году сами же решили его отменить и пересмотреть. Почему? Вы не доверяете своим же разработкам? Там было очень много вопросов, на самом деле. Опять же, было много вопросов. Я не отменял это. Кто-то стоял, я имею в виду, премария отошла от этой идеи, то есть отозвала все обратно и решили заново. Вы считаете, что там опять стоял чей-то персональный интерес? Из того, что... Чьи-то ушки торчали? Как минимум мне говорили, я повторяю, я в этом процессе не участвовал, потому что я был в парламенте в то время. Из того, что мне говорили, что подводили техническое задание под какого-то... То есть уши были видны? Я не знаю, видны ли они, прочувствовались, но такие были слухи. Поэтому вы решили отозвать обратно и в третий раз опять... Не я решил. Хорошо. И в третий раз у нас опять, или в 33-й, я уже запуталась в количестве раз, опять началось заново с электронным билетом. Мы это обязательно сделаем. Хорошо. Хочу до рекламы еще один вопрос поднять, который... Вы получили его в наследство, я сразу говорю, от предыдущего руководства премарии, но людям нужен ответ, что им делать? Владельцы мансард. Да. Особенно недостроенных мансард, которых-то уже достаточно. Люди вложили деньги. Мансарды некоторые с 2011-2012 года тянутся. Мы с вами разговариваем в 2020 году. Это была программа премарии, насколько я помню. И что этим людям делать сейчас? Ну, я вам хочу сказать, что у нас много, на самом деле, процессов сейчас запущен на уровне планов действий, многих концепций и так далее. От парковок до вот мансард. На мансардах у нас люди разоссорились. Кто-то говорит, что хорошо, но надо делать хорошо. Кто-то говорит, что опыт показывает, что хорошо они не могут делать, учитывая, опять же, монтавский менталитет. Не, ну почему? Но есть же где живут люди. Есть где живут, есть где хорошо живут, а есть где не живут, и остались и без кровли, и без денег. Коллеги занимаются, это кафедра сегодня. Разрабатываются специалисты. Кафедра, да, они работают, группа большая, вот когда что-то они родят, тогда я вам точно скажу. Ну, спасибо за то, что вы не делаете голословных каких-то заявлений и обещаний, потому что мы этого тоже достаточно наслушали. Я не хочу делать их до того, как у меня будет четкое понимание. Пока они не доработают, я вам честно, даже по подземным переходам, вот мы два месяца уже работаем, работаем, работаем. И сегодня уперлись вот в эту юридическую, потому что есть очень много инвестиционных проектов, которые экономические агенты из-за рубежа или местные готовы сами это реабилитировать. Но мы не можем освободить элементарно, элементарно, не можем освободить эти площади, потому что они уже где-то в кадастре. Я уже сегодня Илье говорю, Илья, так давай бульдозером просто пройдемся, подожди, тогда мы наткнемся. Почему? Когда центральный рынок бульдозером нельзя, а когда в другом месте, так давай бульдозером. По центральному рынку, еще раз повторяю, должна быть концепция. По подземным переходам она у нас есть. Можно и бульдозером? Ну, если вы хотите моего мнения, ну, знаете, как юристы говорят, потом вы же меня спросили, да, а что потом, а если проиграете в суде? Хорошо, я вернулись. А это будут только деньги? И, хотя я вам хочу сказать честно, что я готов потом выплатить определенное количество денег, потому что если мы добьем этот вопрос, там, например, у них, да, коммерческие площади, или так далее, то мы эти деньги заработаем. Ну, мы приведем в порядок, наконец-то, то, что мы хотим привести в порядок. Мы сейчас будем выходить на рекламу, но до этого все-таки я хочу задать вам вопрос, и я думаю, ответ у него будет достаточно короткий. Сами вы говорили в других программах, я не хочу, чтобы это сейчас повторялось, о том, что при ремонте дорог очень часто мы закапываем, на самом деле, деньги в землю, потому что потом начинается заново прокладка термоэлектрика, апоканал, какие-то еще провода, вскрывает и, по сути дела, убивает все вложенные туда инвестиции. Насколько сложно или вообще реально соединить все вот эти вот ремонтные работы, прокладки тех или иных кабелей трубы, всего остального, как-то воедино, чтобы у примарей была эта картинка от муниципальных предприятий и не только. И прежде чем начать работу по реновации той или иной улицы, чтобы сначала там все это проложили, а потом уже для нас положили хороший асфальт. Давайте уйдем на рекламу, я вам расскажу очень интересную историю про улицу Крянга. И про то, что... Вы будете рассказывать долго, я не успею задать другие вопросы. Нет, нет, нет. Важно, потому что нам же ремонт ее делать в этом году. Я вам расскажу, как он будет происходить. Реклама на 21-м канале. Оставайтесь с нами, она пролетит незаметно. Мы вернулись в студию для тех, кто только включил телевизор. А я думаю, что вы нас смотрели и раньше на самом деле. Ну, на всякий случай, Иван Чабан, генерал-пермармарный спецназ. Иван Васильевич, скажите мне, пожалуйста, что вы хотели рассказать по улице Крянга, только если можно максимально коротко, чтобы я успела вам в этой последней части задать еще много вопросов, если от зрителей. Первое, что вы спросили насчет, можно ли... Согласовать действия всех слушателей. Нужно. И это как задача была поставлена перед Кишинова проектом буквально несколько недель назад, когда мы представили новое руководство, временное, пока будет конкурс. И очертили очень четкие сроки, когда нам эти решения должны быть представлены. Потому что один бегает с одними сетями, другой с другими сетями, третий с третьими. Откуда появилась эта необходимость? Потому что на самом деле, когда мы начали перепланировать ремонт улицы Крянга на Буйканах, основная артерия, связывающая верхние Буйканы с нижними, уже с центральным районом и так далее, мы поняли одну вещь, что в прошлом году 26 миллионов зарыли просто в эту плитку. Выглядит более-менее неплохо, но ее вскапывать придется в этом году. Почему? Потому что когда на момент, какие трубы будут менять на Буйканах Абканал, мы поинтересовались. Они говорят, ну, к примеру, Белинский, там есть некоторые места, где надо менять. Там течет наверху, течет внизу, трубы Страры, мы не будем же менять просто некоторые места. Или уже проводить ремонт. Ну, если Белинский так, то что у нас происходит с Крянгой? Ребята же сейчас полотно собираются стелить. У вас же есть экспертиза, и она же говорит, что все хорошо. Он говорит, нет, у нас все плохо. У нас давно устарели все коммуникации. Более 90% коммуникаций находится в ужасном состоянии. Говорят, а что вы предлагаете? Ужасное состояние – это насколько ужасно? То есть, если мы сейчас постелим полотно асфальтное, когда мы можем... Жидать вас в гости. Сюрпризы имени. Даже через полгода. Максимум через полтора года вы будете нас ждать в гости. Надо будет разрывать асфальт. Потому что коммуникации, еще раз повторяем, устаревшие просто... На 90%. Знаете, из того, что вы сказали, что я еще услышала. Что коммуникации устарели на 90%, а они считают, что можно и через полтора года их поменять. Так, в этом и самое интересное. Я видел одного героя, который сейчас еще иногда выступает. Я думаю, надеюсь, потому что есть письмо, мы наконец-то его нашли, ни одно. И говорят, не беритесь за ремонт этой улицы, потому что сначала нужно поменять все коммуникации. И не только по основному полотну, а и то, что идет от основного полотна до домов. Вы говорите о ПАПО-канал, да? Насколько я помню, ОПО-канал муниципальное предприятие. А нельзя вернуть голову обратно в премьерию и сказать, уважаемое муниципальное предприятие, у нас по плану там ремонт. Будьте любезны перекроить ваш план так, чтобы вы поменяли сейчас трубы, а мы пошли менять асфальт. Так, вот сегодняшнее заседание было очень длинное, потому что мы рассматривали, сколько у нас улиц, и какие улицы мы будем ремонтировать в этом году, как соответствует это с другими, начиная от премьеры Энерджи, Молдова, ГАЗ, АПО-канал и многие другие. И исходя только из тех, где мы можем себе позволить или идти параллельно, или нет необходимости какие-то коммуникации менять, мы будем начинать ремонт соответствующих улиц. Потому что одна из самых больших, я считаю, самая большая проблема сегодняшнего Кишинева – это дороги. Дороги и тротуары. Из-за чего стройка... Можно я вернусь к этому вопросу? Можно? Одну минуту, пожалуйста. Еще очень много вопросов. Люди, когда нас будут спрашивать, как мы будем ремонтировать, сначала доработаем технический проект по коммуникациям, тендер, два месяца, и через три, скорее всего, возьмемся за работу. Мы сегодня уже обсуждали, что это будет частями, потому что до Белински – это одно, до Коки – это второе, до Круга – это уже третья часть. Мы ждем конечных результатов по этим экспертным оценкам и будем приступать к работе. Но я хочу, чтобы вы поняли, насколько было халатно отношение. Потому что 26 миллионов туда угробили. И поверьте, чтобы ни у кого не создавалась улизи, что мы специально хотим какие-то работы... Ну, просто я знаю, что эту плиточку можно переложить. Мы вскроем и покажем все. Абсолютно каждую трубу мы снимем на видео и покажем. Конечно, ее можно положить заново. Вопрос у меня следующий. У меня есть конкретные адресы, так как все знают, что у меня особое отношение к Буйканам. И эти люди... Я просто там была, и они мне неоднократно присылали видео. Струйка Караджиали-24. Вы знаете, когда плотную займутся, спрашивают жители близлежащих домов. И когда у них под глазами все прекратится, на глазах. Там несколько стройок. Это Караджиали, Албаюля-246, это Бельницкий-4. Вы говорите, что претер не может разобраться. С чем? С этими стройками. Может. В лимите своих компетенций. Я, еще раз повторяю, все возможные бумаги, которые по данному направлению существуют, я подписал. А кто подписал авторизацию на строительство на Караджиали-24? Или у них нет на это разрешения? Ну, это мне надо... У них есть разрешение? У них все документы в порядке? Я точно знаю, что я подписал о отзыве всех разрешительных документов на Караджиали-24 бумаги. То есть жители этих домов будут прийти к вам еще раз за поддержкой? Они были, они ходят постоянно. Мы с ними знакомы в лицо. Мы тоже. Еще из нашей программы «Кандидат» вы тогда озвучили идею восстановления муниципальной полиции. Как продвигаетесь сейчас в этом направлении? У нас рабочая группа. Мы действительно хотим, чтобы муниципальная полиция существовала. Есть к этому очень много предпосылок. Из тех объявленных мной избирательных кампаний ничего не поменялось. То есть это... То есть разрабатывается концепция по предложению введения? Мы предлагаем это. Пока еще в процессе разговора. Понятно. Как каждое ведомство тянет к своему ведомству. Мы хотим... Муниципалитет, МВД говорит, ну, может быть, давайте еще подумаем. Ну, пока вот в процессе раздумий. Я вот видела, Игорь Дедун, президент, был в примарии на встрече с фракцией. Вы там присутствовали. 25 февраля, если я не ошибаюсь. То есть это вот практика отдельно к кандидату, выигравшему от партии социалистов? Или это будет практика, не знаю, может быть, в Бельцах и приедет господин президент? Как в голову, я знаю. Ну, это надо господину президента спросить. Во-первых, господин президент... А он прибыл по вашему приглашению? Господин президент давно не был в мэрии. Это было его желание встретиться, посмотреть, как выглядит все там, по существу. Вот, поговорить с фракцией, что есть нормально, потому что очень много инициатив, в том числе в исполнительной власти, фракция, обвиняться мнением. Я считаю, что это хорошо. Иван Васильевич, сколько времени вы из этого времени, вашего мандата, провели в заграничных командировках? Три к одному, это правильный подсчет? Я думаю, что нет, и я не считал. Если честно, не задавался себе такой цель. Если надо, я посчитаю, точно скажу. Но эти командировки насколько результативны для жителей Кишнева? Потому что они видят, что вы действительно довольно часто уезжаете в командировки. Часть пресса это преподносит, знаете, как туризм за счет жителей города. Я готов. Мне интересно соотношение. Вы говорите, что вы встречались с белорусами, с теми, с теми. Какие инвестиционные проекты вы привезли? Какие договоренности, чтобы было понятно, зачем вы ездите? Не просто встречаться к тещи на блины. Давайте первое. У города Кишинева не было никаких внешних средств. Вообще никаких. То есть, 12 лет строившие европейскую столицу не построили отношения с европейскими городами? Получается так. Есть многие договора по Братьямсты, к примеру, или еще подписанные Серафимом Александровичем в начале 2000-х или в конце 90-х. И ни одного действия по этому направлению после Серафима Александровича вообще не предпринималось. Например, Тель-Авив последний, где мэр 22 года, он так и пошутил. Говорит, я в 2000 году подписал с вами договор. У нас столько много общего, на самом деле. Тут столько много ваших людей. У нас так много проектов, которыми мы хотели бы поделиться. Ну, мы же не можем стучаться в закрытую дверь. Ну, давайте по очереди. С Москвой. Нет, вы мне сейчас про все командировки будете рассказывать. Я очень коротко. Хорошо. Москва. Сейчас едет группа дальше. Москвичи были у нас. Плюс Росконгресс приезжает. Будем говорить о инвестиционном форуме, который будет проводиться в октябре. А мы получили однозначно подтверждение, что будут единицы техники переведены. И нам экспертиза, собственно говоря, по разным направлениям. От градостроительных вещей. И заканчивая… Техника в подарок или мы ее покупаем? В подарок. Нет, мы не можем покупать. Это хорошо. Значит, софты, которые могут быть использованы. Сегодня мы разрабатываем для Кишинева. Ну, как минимум в плане на этот год и начало следующего года. Около 12 важных модулей именно цифровых переходов от строительной документации. Заканчивая социальными услугами, петициями. Что вы анонсировали как смарт-сети, да? Ну, смарт – это более широкое понятие. Да, это цифровая история о деятельности примарии, которую мы хотим сделать более эффективной. Я считаю, что это как одна превентивная антикоррупционная мера, с одной стороны. Ну, и с другой стороны, как более эффективное управление, собственно говоря. Вот сегодня мы запустили, я говорил вам, да, более 200 с чем-то процессов новых. Это очень сложные процессы, когда люди спрашивают, а что будет завтра? А что вы сделали сегодня? Ну, конечно, все хотим, чтобы было, собственно говоря, на следующий день результат, вот прям дорога прям вышел. Нет, я просто об этом спрашивала, чтобы завтра был результат. Я вас спрашивала, есть ли какие-то предварительные договоренности? Вот вы говорите, вот там техника, вот там софты, вот там еще, чтобы люди могли пощупать. Вот в Санкт-Петербург, да, мы были там, приезжала группа, начали планировать и проектировать нам один большой парк. Скорее всего, будет помощь тоже от них по проектированию набережной. В Румынии, в Бухаресте мы уже три раза там, даже если не четыре, были, суббота, воскресенье туда быстренько, обратно быстренько. Два раза встречались с более 80, и последний раз, буквально предыдущее воскресенье, более 100 компаний крупных румынских. Некоторые готовы бесплатно нам разработать генплан в консорцию с нашими русскими партнерами и европейскими партнерами. Мы сами уже не в состоянии? К большому сожалению, мы до сегодняшнего дня не в состоянии были и не в состоянии еще. Вот сейчас я пригласил коллега из Питера, с которым сотрудничать под концепцией устойчивого развития города. Сроки все, к большому сожалению, из-за того, что те данные, мега-данные, и тут и транспортная схема. То есть мы сегодня поставили задачу 1 мая, но я вижу, что очень сложно будет справляться, если мы не привезем кого-то, кто будет рядом здесь сидеть с нашими специалистами и им помогать в этом направлении. Скажите, а как реагируют бухарестские коллеги, когда вы с ними встречаетесь в свете заявлений о том, что, по-моему, господин президент заявил о том, что мы будем опять бороться с унионизмом и все остальное? Или на эти заявления они их не занимают? Слушай, хорошее отношение с бухарестами. Я, вы знаете, был удивлен, потому что здесь случился такой инцидент, когда... Я помню, когда они сюда приезжали, потом здесь... Нет, здесь все было хорошо, и там было все хорошо. А существуют некоторые люди, которые закинули, ну, те, которые были у власти, и они закинули одну ложь, которую начали тиражировать наши СМИ. И вот мне здесь очень досадно и неприятно, потому что ложь была тогда, когда закинули, а никто не приглашал чабана, да, и мы показали письмо, вот это Габриэл и Филипп. Ой-ой-ой, но это мы не то имели в виду. Дальше. Не приедут, не приедут, не приедут, не приедут, когда приехали целых 15 советников, все нормально. Не поедет, не примут, не это вот, да. Нет никаких договорных условий. Ну, вот мы сказали, около миллиона евро на сегодняшний день договоренность есть о реабилитации парка Алунелу в секторе Быка. Другие 3 миллиона евро о реабилитации исторических зданий на улице Букурешки. То есть они не реагируют на эти заявления, их не интересует. Вы сами уже принимаете решение, я же не могу говорить, реагируют, не реагируют. Вот есть очевидные факты, да. Сегодня люди готовы нам помочь по другим направлениям. Вчера встречались с ассоциацией румынских инвесторов, мы говорили о других вещах важных, всех компаний, которые сегодня представлены. А как расширить возможность создания рабочих мест здесь? Потому что они являются не просто там филиалами, да. Это большие, крупные компании, которые не только на территории Румынии. Есть еще несколько вопросов, которые все-таки хочу успеть задать, а времени у нас осталось очень мало. Скажите, пожалуйста, это правда, что партия социалистов зарезервировала на все выходные праздники до конца года? Некоторые пишут чуть ли не до 2025 года. Великого национального собрания. Ну, ко мне такого еще не поступало. Вам не поступало? Ко мне, по крайней мере, до сегодняшнего дня точно не поступало. Ну, на стол. Ну, ко мне поступает ежедневно, вот столько. Но я пока не видел. То есть телеграм-каналы и некоторые СМИ, которые тиражируют такую информацию? Я вам сказал, как тиражируют некоторые СМИ информацию. Помните, даже по цензеренам. Я вот сейчас помню. Все, нет контрактов, завтра будет коллапс. Ничего не умеют делать. Не это вот. Ну, подписали и все, и как бы утихли. Я таких примеров, знаете, своих могу дать? Я вас не зря спрашивала про президента в премьере. Я хочу вот закончить. У меня ощущение иногда, что некоторые СМИ, вот некоторые СМИ, просто очень так вот, вот прям ожидать, вот не получится, точно не получится. Дай бог, чтобы не получилось, чтобы и не только СМИ. Есть люди, у которых ничего не получалось, они вот были во власти. И вот прям ждут, что, может быть, тоже мы подскользнемся. Вы приостановили членство в партии, но вы все равно присутствуете на мероприятиях партии социалистов, правда? Значит, имеете информацию, там обсуждается, не обсуждается коалиция по СРМ ДП? Это я не обсуждаю. Это не ваше, вы занимаетесь Кишневым. А зачем вообще приостановили членство в партии, если вы все равно принимаете участие? Я обещал заниматься Кишневым, я и занимаюсь Кишневым. Более того, я вам хочу сказать, что это забирает 98% моего всего времени. Скажите, вам известно, будет ли парламент... Несвободного и несвободного тоже, а свободного практически нет. Будет ли парламент рассматривать изменения в Конституцию до президентских выборов? Вам известна такая информация или нет? Нет. Вообще ничего, что делает Конституционный суд? Почему там не пересматривает решения, допустим, Конституционного суда, которые были приняты при плохих книгах? За декларацию вы бы тогда были депутатом. Если бы я знал, я бы сразу взял свой телефон и показал бы сейчас вам мой телефон и мои телеграм-каналы. Это проблемы в городе, это что делает кабинет, это что делаем по внешним связям, это что делаем по ЖКХ, это что делаем по честным сооружениям, где большая-большая проблема. И сейчас у нас 10 решений, и мы все думаем, за какое взяться так, чтобы... Когда вы меня спросите, а будет вонять в июне, чтобы я вам хотя бы приблизительно смог сказать... А в муниципальном совете есть коалиция по СРМДП? Нет вообще никакой формальной коалиции. Формальной нет. Мы со всеми... Вы же знаете, что... Вы переговариваете, да, по каждому вопросу муниципального совета? Со всеми абсолютно разговариваем. И мы считаем, что это правильно. Мы считаем, что нужно учитывать мнение каждого советника, если это возможно, включить то, что за него голосовали. Он тоже, и даже по бюджету мы так вот учитывали, и по другим направлениям. Мы так учитываем, и мы стараемся... Даже если там вы видите, что пресс вытаскивает самые такие скандальные моменты, да, кто-то кого-то обозвал, кто-то на кого-то наехал, кто-то кому-то что-то сказал. Ну, принципиальное решение для города, я хочу сказать, в конечном итоге голосуется со всеми теми, которые присутствуют на заседании. Меня это радует. Это значит, что есть достаточно политическая зрелость. Я надеюсь, что это продолжится, и что возможные избирательные кампании, которые грядут, не повлияют на этот процесс. Где ваше любимое место в Кишине? Где любите отдыхать? Это, естественно, парки, потому что это то место, куда я прихожу чаще всего с детьми. Вот. Ну, вообще, я очень люблю Кишинев. И по паркам у нас отдельные сюрпризы в хорошем смысле этого слова в этом году для наших горожан. Опишите Кишинев в вашей мечте. Вот как вы видите, каким он должен быть? Я хочу, чтобы этот город был комфортным для всех абсолютно возрастов. Я хочу, чтобы сюда приезжали люди не только как туристы, но и те, которые уехали многие, уехали сейчас или немного большее время назад. Я хочу видеть этот город, который действительно является передовым с точки зрения технологии, который является мостом соединения экономического характера между Востоком и Западом. Город, который живет, город, который процветает, город, в котором приятно находиться. Хотела закончить вот так красиво, но забыла вам все-таки задать еще один вопрос. Я знаю, что республиканский стадион не находится на балансе муниципи, но проживающие там подростки – это вопрос муниципия. Не совсем так. Там из 28 человек, вообще, которых являются на территории Кишинева, 10 из Кишинева и на территории… Но в тот момент, когда они находятся в Кишиневе, этим должны заниматься, наверное, городские органы власти. Нет, мы этим занимаемся вместе с Министерством здравоохранения. Я хочу, чтобы вы знали, что есть соответствующие центры, откуда они сбегают. Большинство из них, к большому сожалению, на сегодняшний день употребляют наркотические средства, и с этим очень сложно бороться. Оно у нас является на повестке. Я бы не хотел вдаваться в подробности. Мне кажется, что это наша общая трагедия. И искать нам решение всем вместе… Точно такие же дети в гостинице «Националь». Я знаю об этом. Я знаю об этом. Мне кажется, это настолько показательное отношение к детям в нашей стране. Не только я говорю сейчас о городе. Я понимаю, что вы только у нас летали. И опять же, и полицейских не хватает, которым могли бы… Лили, давайте я вам скажу, что есть соответствующие службы, которые занимаются… Должны этим заниматься. Не должны, они занимаются. Просто так получается, что иногда надо из всех этих историй вывести вот эту негативную сторону, которую я считаю действительно трагедия. Этими детьми стараются, по крайней мере, ежедневно заниматься. Туда, куда их ведут, они убегают. Если у нас в этих мобильных группах, которые существуют, было же специальное ведомство создано. Есть в том числе психологи. Они работают, но их никто не слушает. Один из способов недопущения таких ситуаций, в том числе, это отсутствие вот таких заброшенных зданий в городе. Ну, вы знаете, что заброшенных зданий очень много. Есть над чем работать, господин президент. Я знаю, что есть над чем работать. Я вам говорю, что больше все-таки детей – это из других районов страны, для того, чтобы каким-то образом взаимодействовать. Мы вот и сегодня это обсуждали госпожа Кутасевич, которая у нас ответственна за социальный блок. Она чуть не плачет, когда мы разговариваем об этой теме, потому что она и как мама, и как человек очень старается быть, соучаствовать, участвовать в этом процессе. И когда не получается, и мы должны искренне сказать, что не только по нашей общей вине, я не говорю сегодня муниципалитета, и в том числе правительство, министерство здравоохранения, социальной защиты, специализированных центров, которые есть. Если мы недорабатываем где-то, надо понимать, что такие проблемы существуют и в других местах. Это не только проблема Кишинева или Республики Молдова. Даже в самых развитых странах такого рода проблемы существуют. Да, господин Чебан, в Республике Молдова, если взять на соотношение количества жителей в нашей стране, наверное, самый высокий уровень детей, которые растут с одним из родителей, либо вообще без обоих родителей. Знаете, мое мнение по этому поводу, мы с вами разговаривали еще в 2005 году на эту тему, и я очень много старался тогда разрабатывать разных программ и проектов для... И я говорил Владимиру Николаевичу, бывшему президенту, что это бомба замедленного действия, когда... У меня был такой же разговор в 2003-м. Дети остаются социальными сиротами, это значит, что их родители живы, но они не рядом с ними, они на попечении или у сестры, или у брата, или у бабушки, это еще в хорошем случае. Это менее, конечно, для Кишинева характерно, больше для страны характерно, потому что здесь в Кишиневе более-менее, с этой точки зрения, есть какой-то баланс. А по стране это большое количество детей. Это Кишинев, и это становится проблемой уже Кишинева. Не говорю, что на сегодняшний день... И, наверное, тут тоже нужна какая-то концепция, отдельная работа, потому что эти дети не виноваты в том, что их бросили, и в первую очередь их бросило наше государство. Согласен. Хорошо. Я говорю вам, что в этом направлении работается, потому что важно же... Можно я вам задам последний вопрос? Он будет чуть-чуть политический. Не больше детей попали в такое вот состояние, не только профилактика, не только последствия, потому что последствиями очень сложно бороться, на самом деле. Я еще раз повторяю, их приводят в центр, они оттуда сбегают. Их пытаются вовлечь в какую-то деятельность. Они все равно находят те наркотические средства, начиная от клея, заканчивая тяжелыми наркотиками. А вот тут работа полиции. Была бы у вас муниципальная полиция, которая сотрудничала бы с наркоконтролем и со всем остальным? Может быть, было бы меньше таких искушений в нашей столице? Я вам хочу сказать, что вопрос продажи распространения наркотиков – один из важных вопросов, который мы поднимаем ежедневно с МВД. Потому что, к большому сожалению, это еще носит очень серьезный и широкий характер. Начиная от спайсов, легких наркотиков, и заканчивая тяжелыми наркотиками. С появлением соцсетей распространение стало намного более широким и свободным. Это мы все понимаем. Вы знаете, вы слышали, наверное, я, наверное, так, закончу из области вероятной политики или возможной обстановки. У нас в этом году выборы, очень часто, либо до выборов, либо после, у нас какие-то протесты проходят в городе. И очень много достается и премарии в этот момент, не только полиции. Вот в случае, если после президентских выборов, о чем говорят некоторые аналитики, случатся массовые протесты, премария готова? Как себя поведет? К чему? Если будут протесты, революции и все прочее. Мы как пионеры всегда готовы. Спасибо, Иван Васильевич, за то, что нашли время. Я надеюсь, революции не будет. И что мы будем демократическим государством, которое все вопросы будет решать демократическими методами. Нашему обществу, нашей стране нужна очень серьезная стабильность и дружба между всеми. И это возможно для того, чтобы начинать, наконец-то, развивать страну. И это действительно возможно. Я сейчас воспользуюсь служебным положением, пока мы с вами еще в эфире. Дайте, пожалуйста, обещание, что вы в достаточно короткий срок придете еще раз, потому что у меня еще более половины вопросов я вам не успела задать. Из тех, которые написали жители. Может быть, часть из них я вам сейчас покажу с какими-то конкретными адресами. Большим удовольствием приду. Спасибо большое еще раз. Обещала вас отпустить. Отпускаю. Нашим телезрителям Иван Чупан, генеральный премар Монсио Пякишне. Вот это то, что мы успели обсудить сегодня. Но я надеюсь, что действительно в течение месяца, может быть, мы встретимся еще раз. И ответим на еще назревшие вопросы, которые накапливались на самом деле, если честно, годами. Всего хорошего. Берегите себя и своих близких. Я с вами увижу завтра в эфире, как обычно, в 20.00. Субтитры сделал DimaTorzok